Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновск области 13 января, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Создать спрос и наладить сервис. Правительство обсуждали развитие экотуризма. Помочь каждому, как в Ульяновске работает комитет семей воинов Отечества. Новогодняя елка, корм для животных, куда деваются праздничные деревья. Наградили лучших и сдали кровь. Ульяновские СМИ отмечают День печати. День печати. День печати. День печати. О результатах работы расскажет наш корреспондент. Тысячи родных военнослужащих, мобилизованных добровольцев в каждом регионе страны поддержали инициативу президента о создании комитета семей воинов Отечества. В Ульяновской области такой штаб сформирован в декабре минувшего года. На федеральном уровне разработана и утверждена программа поддержки. Созданная организация поможет ее оказать. Действовать решено сообща. Кооперация ведомств региональной власти и общественности упростит процедуру. И время ожидания ответов на самые важные вопросы. День печати. День печати. День печати. День печати. День печати. День печати. могут задать организационные вопросы. Обратиться за помощью в региональный филиал можно через соцзащиту, площадку ОНФ, а также через Центр управления регионом. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ. Уникальные природные места, невероятные пейзажи, редкие растения и животные. Всё это о нашей родной Ульяновской области. В нашем крае есть что посмотреть и куда съездить. И это доказывает в том числе творческая группа программы «Симбирская кругосветка». О развитии экологического туризма в Ульяновской области обсуждали в правительстве. Как рассказывали старики, вот эти холмы образовались во время ледникового периода, когда ледник проходил, и вот как раз вот эти холмы и образовались. Эту историю жители Старокулаткинского района хорошо знают. Бахтиевские увалы – излюбленное место отдыха местных. На территории природного заказника можно встретить уникальные растения, занесённые в Красную книгу. В прошлом году специалисты Министерства природы провели исследования в границах ландшафтного заказника и признали бахтиевские увалы зоны охраны. Также проведены работы по особо охраняемой природной территории Виновская роща. Там подтверждён статус опыта. На сегодняшний день проводятся работы в рамках реализации национального проекта «Экология» по рекультивации нарушенных земель и загрязнённых нефтепродуктами. Далее данная территория будет использоваться как парк. Всего в регионе располагается 137 особо охраняемых природных территорий. В прошлом году провели работы по зонированию 13 объектов. Это позволит включить их в туристический потенциал области. Его обсуждали и в правительственном совещании с участием губернатора. Алексей Русских отметил, что географическое положение и транспортная доступность удачно соединяются с уникальными природными достопримечательностями. Задача профильных ведомств и глав районных администрации – создать спрос и наладить сервис. Создать доступную и обязательно современную инфраструктуру, чтобы у каждого жителя гостя региона была возможность свободно, без проблем, посещать эти природные объекты, измершая при этом хрупкий баланс между исчезающей природой и цивилизацией. Между возможностями увидеть собственными глазами уникальные природные объекты, отдохнуть на их территории и не стать при этом причиной их исчезновениями. По стране и Ульяновской области, в частности, доля экотуризма в туристической отрасли составляет 21%. В прошлом году посетить наши природные заказники и памятники природы приехало 110 тысяч человек. Учитывая растущую популярность ОПТ в рамках полотерских проектов, среди посетителей чаще можно увидеть молодых людей в возрасте от 31 до 39 лет. Средний возраст среди туристического туриста составляет 36 лет. В составе путешественников преимущественно это семьи с детьми, способ передвижения автомобиль, траты в поездке в день порядка 5,5 тысяч рублей в день. В этом году по национальному проекту туризма, индустрии и гостеприимства будет продолжаться благоустройство двух пляжей в Заволжском районе областной столицы и в туристической деревне Артекова Чердоклинского района. 13 января в нашей стране чествуют журналистов и отмечают День российской печати. В Ульяновской области зарегистрировано 104 средства массовой информации. Для каждого сми минувший год стал сложным. Но многим дал новые возможности, победы и достижения. Еще год назад многим казалось, что новые медиа, блоги и социальные сети смогут вытеснить и заменить журналистику. Иногда люди думали, что, взяв в руки сотовый телефон, журналистом сможет стать каждый. Сложный 2022 год, санкции, информационная война против России и специальная военная операция вывели российскую журналистику на новую высоту, доказав, что никто и никогда не сможет заменить яркого, честного, оперативного и профессионального слова настоящего журналиста. Образцом высокого профессионализма по праву считается ГТРК «Волга». Многие годы телеканал первым информирует жителей обо всех важных событиях. В 2023 году мы отметим 80-летие со дня начала областного радиовещания в Ульяновской области. Региональный телеканал «Репортер-73» вещает в кабеле и эфирном мультиплексе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с охватом всей Ульяновской области. Репортер в эфире 15 лет рассказывает то, о чем важно знать первыми. Успешно развивается городской телеканал «Улправда-ТВ». Ключевые события города и области – прямые трансляции и авторские проекты. Все это на 22-й кнопке в кабельных сетях. 2022 год стал юбилейным для газеты «Ульяновская правда». Издание отметило 105 лет со дня выхода первого номера. Старейшее издание области дало импульс развитию целого холдинга издательского дома «Ульяновская правда», в котором сегодня есть и своя телевизионная служба, развиваются новые медиа, свой сайт «Управда». Есть свои авторские программы – это и «Усенбирская кругосветка», это и детская программа «200». Дни специальной военной операции показали, какое высокое значение сегодня имеет профессиональная журналистика. Я принимал участие в командировке в зону специальной военной операции вместе с моим коллегой Евгением Луковкиным. Мы работали в Донецке, в Волновахе, своими глазами видели ситуацию на теперь уже присоединенных территориях. Я надеюсь, что наши материалы, репортажи позволили людям лучше понять, за что и почему сражаются наши воины. В 2022 году областная спортивная газета «Чемпион» издательского дома «Ульяновская правда» отметила 25-летие. В юбилейный год газета вышла в финал национальной премии «Спортивный парнас». Мы с первой попытки стали призерами, вошли в тройку лучших в стране спортивных СМИ России. Ездили в Москву и как финалисты были награждены отмеченным Министерством спорта Российской Федерации. Одна из главных задач журналистики во все времена – помощь людям. Лучшая награда журналисту – благодарность зрителей и читателей, чьи проблемы удалось решить вместе. Я получаю обратную связь, когда у них получаются, когда они выздоравливают, когда они завоевывают награды. И такое ощущение, что я тоже вместе с ними причастна к их успехам. И, наверное, это подпитывает меня работать дальше. В 2023 году старейший новостной сайт Ульяновской области «Улпресса» отметит 20-летие. Минувший год стал для сетевого издания переломным. Но первая электронная библиотека СМИ региона живет и развивается, продолжая дело своего основателя и идеолога Дмитрия Ежова. Вот это событие, оно, конечно, перевернуло, мягко говоря, все. И слова-то тут особо даже не подберешь. Но что хочется сказать, как бы, Дмитрий, он незаменим, его не скалькируешь. И понятно, что у сайта, возможно, поменялся какой-то вектор. Но мы с ним давно все работаем. Мы примерно плюс-минус придерживаемся одной идеологии, одной концепции. Мы всегда открыты на обсуждение вопроса со всех сторон. Главным достижением года для дорожного радио стала устойчивая и качественная работа в стабильном режиме. Радиостанция улучшила качество вещания в Ульяновске и восьми муниципальных образованиях региона. Мы отметили юбилей дорожного радио. Мало того, у нас в холдинг входит еще единственная национальная станция – Татар-Радиосы. И в этом году ей исполняется уже в 23-м, то есть 22-й такая прелюдия, исполняется 10 лет. Минувший год стал сложным, но продуктивным и удачным для наших коллег из Димитровграда. Роскомнадзор одобрил заявку телеканала «Димград-24» на вещание на «Единой кнопке-22». А еще в 2022 году телеканал «Димград-24» запустил совместный проект с Димитровградским драматическим театром. И теперь у нас в эфире есть первое в истории Димитровградского ТВ детское молодежное толк-шоу «Хочу узнать». Профессия журналиста входит в число самых опасных и ответственных, но интерес к ней продолжает расти. Сегодня самым юным корреспондентам детской программы «200» по 8 лет. Они смелые, любопытные и очень талантливые. Не боятся искать новости высоко в горах и даже под водой. В 2022 году я опускался под воду с аквалангом на новогоднюю елку. Нам надо было нарядить елку под водой. И там был еще подводный Дед Мороз. И мы еще летом ездили на «Включайся», на фестиваль «Включайся» в Москву. У журналистики Ульяновской области есть большое будущее. Все только начинается. В День печати в правительстве прошла церемония награждения работников областных СМИ. Алексей Русских вручил благодарственные письма, грамоты, а также удостоверение заслуженных работников СМИ. Сотрудники нашего телеканала в числе награжденных. Губернатор Алексей Русских в День российской печати поблагодарил редакционные коллективы всех региональных СМИ, журналистов интернет-порталов за объективное и всестороннее освещение социально-экономической и общественно-политической жизни Ульяновской области. За вклад, который они вносят в развитие информационного пространства нашего региона и страны. Талантливо, правдиво и непрерывно ведете летопись нашей великой и малой Родины. Огромное вам за это спасибо. Средства массовой информации неизменно являются ключевым партнером региональной власти в решении задач стратегического развития Ульяновской области. В работе по повышению качества жизни, по созданию современной мощной инновационной экономики. Для журналистского сообщества региона прошедший 2022 год, безусловно, стал годом напряженной творческой работы. Дорогие коллеги, я искренне поздравляю вас с Днем российской печати. Этот праздник, наверное, самый главный, потому что тогда, много лет назад, Петр I придумал великолепную вещь. Он придумал прессу. И с тех пор пресса является не только символом правды, символом истины, символом того, что нельзя победить. Самое главное, пресса является символом надежды. С надеждой вас, дорогие друзья. Свидетельством высокого профессионализма ульяновских журналистов стали престижные награды, которые СМИ завоевали на всероссийских творческих конкурсах в прошлом году. В этом году наша газета отметила 25-летний юбилей. И, наверное, как итогом, хорошим итогом нашей работы стал финал национальной премии «Спортивный парнас». В Москве мы были номинированы, мы стали финалистами этой премии, впервые приняв участие в ней. И вот сразу такой успех быть лучшими среди спортивных СМИ России. Я думаю, это почетно. Лучшие из журналистов и работников СМИ региона получили заслуженные награды из рук губернатора. Я пришел, начинал с родины Ильича. Весь район ульяновский объездил, посевная и уборочная. Кстати, как-то незаметно прошли 14 лет в Народной газете. Это лучшая редакция, в которой я работал. У меня еще много планов. Я еще хочу поработать. Думаю, мои лучшие кадры еще впереди. Благодарна судьбе за то, что она мне дарила людей, профессионалов своего дела, которые все эти годы были со мной рядом, шли этим большим путем. Поэтому всех с праздником, всем здоровья, мира, благополучия. Особые слова благодарности были сказаны в адрес печатного издания «Ульяновская правда». 3 ноября прошлого года она отметила свой 105-летний юбилей. Старейшая газета региона по-прежнему регулярно выходит и радует читателей актуальной информации. Более того, сейчас успешно развивается информационный портал «Уллправда.ру» и телеканал «Уллправда.ТВ», где выходят самые свежие новости. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, «Уллправда.ТВ». Поздравления и награждения далеко не все способы отметить профессиональный праздник. В День российской печати работники СМИ приняли участие в акции по сдаче крови. Донорство в этот день стало доброй традицией для представителей прессы. Мероприятие проводится уже в шестой раз. Подробнее Юлия Руднева. В День российской печати ульяновские журналисты отправились давать кровь. Акция особенно актуальна в постпраздничный период, когда необходимо пополнять запасы всех групп крови. Сотрудники станции всегда приветствуют такую инициативу, поэтому с радостью встречают сотрудников СМИ. Во-первых, хотелось бы поздравить с Днем печати всех сотрудников и всех людей, относящихся к этой сфере массовой информации с праздником. И, конечно, мы очень хорошо относимся, и мы очень благодарны людям, населению ульяновского региона за то, что они приходят и принимают участие в сдаче крови. Процесс сдачи крови хоть и несложный, но требует ответственной подготовки. За пару дней необходимо соблюдать диету и отказаться от вредных привычек. Перед процедурой каждый донор проходит медосмотр, сдаёт анализы и только после врачебного заключения может сдавать кровь. Также есть временные и постоянные противопоказания. С ними можно подробно познакомиться на сайте станции. Ульяновские журналисты успешно прошли все подготовительные этапы и сдали кровь, понимая, насколько это важно. Я сдаю первый раз. Немножко волнительно, побаивалась приходить, но меня поддержал мой директор. Я очень рада. И встретить здесь друзей, коллег, ну и понимание того, что мы участвуем в очень хорошем, полезном деле, оно, конечно, придает уверенности. Работа во благо общественности – это основная задача каждого сотрудника СМИ. Доказать это делом в профессиональный праздник – это отличный пример для коллег и напоминание для граждан. Ведь после январских праздников по Ульяновской области наблюдается дефицит доноров. Поэтому на станции переливания крови очень ждут граждан, готовых помочь родному региону. Донор не просто сдаёт кровь, а может спасти чью-то жизнь. Сделать это может каждый, кому позволяет состояние здоровья с 8 до 13 часов. В будни по адресу улицы 3-го интернационала, дом 13, дробь 96. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. После новогодних праздников жизнь ёлок не заканчивается. Многие деревья отправляются на корм животным в зоопарк. Покормила зверей и познакомилась с круговоротом ёлочных деревьев Светлана Карпухина. Таким радостным блеянием бараны и овцы встречают свежее хвойное лакомство. Ещё вчера новогодние деревья украшали дома ульяновцев, а сегодня они становятся отличным кормом для зверей в зоопарке. В Ульяновский зоопарк в парке 40-летия в ЛКСМ ёлки попадают с контейнерных площадок, куда жители города выбрасывают праздничный атрибут. Затем региональные операторы собирают их и отвозят в дом к животным. Мы не первый год работаем с зоопарком, и это положительная практика. И к тому же мы очень рады помочь окружающей среде. Зоопарк с удовольствием принимает эти ёлки, передаёт им животным. И другие варианты у нас, конечно, были, но мы выбрали этот для того, чтобы ещё раз увидеть результат. Из новогодних ёлок делают посыпку для дорожек. Также их можно направить на растопку, но сертифицированных печей в городе не так много. Помочь братьям нашим меньшим куда приятнее. Для копытных животных сосны ели и пихты деликатес, богатый витаминами и макроэлементами. В зимнее время года зелёного корма животным особенно не хватает. Но чтобы дерево принесло только пользу, нужно избавиться от остатков украшений. В наличии мишуры и груши, это всё нужно убрать, чтобы это ни в коем случае не попадало в животное, потому что это всё небезопасно. За обе щёки хвою уплетают и символ нового 2023 года кролик. Радуются ёлкам и ослы, и козы, и олени с енотами. Для некоторых зверей и птиц еловые деревья становятся украшением для вольеров и местом для гнездования. Ёлки напоминают о естественной среде обитания. Мы подкармливали немного и в другое время, но в другое время, как мы знаем, прекрасно, например, в то же самое летнее время у нас большое количество зелёных кормов, или в осенне то же самое. А вот уже весной, или, например, в начале лета, когда ещё нет толком зелени, то есть вот эти рационы, то есть дополнительное питание, оно очень здорово помогает. Особенно для копытных животных, для которых это важные источники микроэлементов, витаминов. И вообще, как бы, животные чувствуют себя с таких кормов очень хорошо. У них даже потомство с этого, соответственно, лучше появляется и так далее. За зиму у зоопарк пополняется хвой в среднем три раза. Перед Новым годом торговцы привозят нераспроданные деревья с ёлочных базаров. После новогодних праздников привозят уже с контейнерных площадок. И самый массовый привоз после крещения. В этом году управляющие компанией и сотрудники зоопарка заметили, что ёлок стало значительно меньше. Люди отдают предпочтение искусственным деревьям и больше заботятся об окружающей среде. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. 14 января в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура днём составит минус 11 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням на телеканале Уллправда ТВ. 18.30, 20.30 и 23.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин